Всем привет! Сегодня важный день, друзья. Наверное, один из важнейших за все время этой конференции, потому что сегодня будет премьера новой консоли, а согласитесь, такое не часто происходит. Поэтому мы собрали сегодня лучших людей нашего сайта С левой стороны у меня Кирилл. Представляет крутого бельгийского разработчика, между прочим. Расскажешь потом о ДНД-режиме в Дивините. Андрей вчера отработал, сегодня тоже с нами, тоже хочет посмотреть, что же сегодня идет в Майкрософт. И я не знаю, видно ли из-за меня Георгия, но другого. Георгия Второго. Георгий Ягвичук сегодня тоже с нами, будет комментировать из нашего... Сайфхау. Нет, нашей студии. Студия аналитики. Аналитики, да. А мы здесь, на переднем крае, вместе с вами посмотрим, насколько усилится Майкрософт, потому что мне кажется, что несмотря на... Несмотря к какому лагерю вы принадлежите, Майкрософт сегодня должны показать шоу. То есть выложено на все 100%, потому что сегодня, можно сказать, какой-то последний шанс у Майкрософт выдать что-то, от чего все придут в дикий восторг. Поэтому в любом случае, это будет грандиозное шоу. И мы рады, что вы вместе с нами будете это смотреть, и мы станем свидетелями какого-то прекрасного, в любом случае, удивительного события. У меня есть три вопроса к сегодняшней конференции. Я бы назвал это три интриги. Первое – это название консоли. Потому что как ты яхту назовешь, так она и поплывет. И понятно, что Скорпио – это рабочее название. И уже есть варианты Xbox X, Xbox Evo, типа с Reddit утекшая информация. Вариантов множество. Можно сейчас вгадать их. Кстати, у меня есть такая марка, которая заранеестрировала Майкрософт, и она называется Xbox S. Это будет дикой прутанец, у нас есть уже Xbox One S, но такую марку вы заранеестрировали. Окей, может быть, это он не имеет сегодня? Ну, это недавно зависит. Ну, или они просто не изменят название, а ставят вот это агрессивное название Scorpio, которое, в принципе, уже получило популярность, его давно уже используют, и вполне возможно, что они скажут, ладно, пусть это будет Scorpio. Это маловероятно, потому что, если ты помнишь, слушай, с Кинектом, это будет Project Natal. Да. Вот, то же самое. Скорпио всегда называют Project Scorpio, поэтому они не могут уже применить парадигму, не будут из-за Xbox Scorpio. Это будет Xbox One, что-то там. То есть, в любом случае... Я уверен в том, что Xbox One название будет, потому что это... Не нужно строить иллюзии, господа, это будет Xbox One. Ну, то есть, это Xbox One. На него запускается Xbox One. Да, да, да. То есть, это не консоль нового поколения, это проагрешенный, типа, крутой Xbox One с неким названием, которое должно у нас всех это обновить. Таким образом. Это, короче, это первая интрига, за которой будем сегодня следить. Вторая, это, конечно, цена. Сейчас огромное количество слухов, инсинуаций и прочего, но все они сконцентрировались вокруг двух цифр. 399 и 499. Ну, давайте для удобства называть это 400 долларов и 500 долларов. Да. И вот это... Причем обе эти суммы обоснованы, потому что если он будет стоить 400, это, конечно, мощнейший удар Microsoft, собственно, по PlayStation Pro, потому что получается, что он будет мощнее и, собственно, в этой же ценовой категории. То есть, это обоснованно, это крутейший будет код и заявка на победу. Но и 500 долларов в каком-то смысле тоже обоснованно, потому что Microsoft никогда не позиционировала Scorpion как консоль для широких масс. Это типа премиальная консоль и поэтому, дескать, ребята, поэтому она на 100 долларов дороже и она мощнее и внутри находятся мощные ПК, которые вы соберете, не знаю, за 1000 долларов. Поэтому и плюсовые получат игры, которые оптимизированы для него и, дескать, будьте любезны. Это дорогая премиальная консоль, как геймпад Элит. Он классный, но он дорогой. И он не для всех. Но при этом, опять же, Фил Спенсер говорил, что они хотят, чтобы Scorpio стала действительно популярной консолью. То есть, немножко противоречие наблюдается. Поэтому, как я сказал, 400 или 500, обе суммы обоснованы. Как бы ни поступил Microsoft, это интрига, и мы, скорее всего, узнаем в этом самом конце. На этом слайде, когда они скажут и цена, и в этот момент все должны замереть, потому что... И он всех порвет. Потому что... Да, мне кажется, в любом случае порвет. Какая бы сумма ни была, всех порвет. То есть, либо от 13, либо на вороте по Ане от Книли и прочее. Но посмотрим. На самом деле, если нам... Ну и, собственно, третья интрига, она простекает от всего уже сказанного, это, конечно, игры. То есть, если нам покажут крутейший контент на этой консоли, сколько бы она ни стоила? Ну, 400-500 на 100 долларов, на 6 тысяч рублей дороже. В конце концов, если это будет крутейший агрегат, то почему бы мы не стоим 500, когда мы иногда тратим 1000 долларов на телефон? Я думаю, что пока что-то намного крутые. Почему? Потому что Дивкиты из копия были доступны еще полтора года назад. Это вам говорит разработчик практически. Имя Кирилла Перевозчикова в титрах Дивинити, Оригинал Син, поэтому... Есть такое. Короче, у них был год, чтобы разработать Денки, и по-любому будет контент, и по-любому там будут особые ассеты для Скорпио, то есть, это будут более классные текстуры, более высокое разрешение тени. Естественно, 4К. Безкомпромиссное. Вот на PS4 Pro оно компромиссное. Безкомпромиссное понятие нативное, ненативное. Да, то есть, там используется технология чекербординг, когда тебя не 4, 4К, чуть меньше, но выглядит примерно так же. То есть, на глаз не видно разницы, а Xbox будет кушать с идеей, то, что у нас будет 4К на всех титлах родное разрешение, и если ты поставишь рядом PS Pro и Xbox Скорпио, то в принципе это неизвестная разница. Но это будет не единственное. PS Pro, текстуры те же самые, как правило, системы те же самые, все те же самые, просто 4К. Скорпио обещает прокачку графики по всем параметрам. Тени, текстуры, все, что мы любим, короче. Ну, типа... И здесь возникает вопрос, как они будут ублажать текущую риторию со старыми Xbox'ами и Xbox One S, которые у меня сейчас неплохо продаются, с раскатами всякими. Да, сейчас на 50 долларов он стал дешевле. И, кстати, это сработало. Сейчас все пишут о том, что действительно они стали продаваться как горячие пирожки. И у меня сейчас есть вопрос к студии аналитики. Это монетик. Да, у меня вопрос технического характера. Как нас слышно, нам говорят, например, Кирилл довольно далеко и говорит довольно тихо и в мою сторону. Там по-буду звука нет? Никаких нареканий? Но звуком сейчас как раз Петр занимается. Я могу орать. Да. Я думаю, ну вот в ту сторону починят. Ну, то есть, все, что мы говорили, это все можно? Нет, слышат, но пока не очень. Пока не очень. Виктор, смотри, у меня вопрос к тебе есть. Окей. Петра, нравится все. Виктор, расскажет, что у нас, да, Виктор, звуковой сейчас выглянул и вот так показал. Тебе вопрос от меня. Да. Вот, ты как один из самых таких ярых паладинов Иксбокса. Вот, возможно ли что-то такое, что произойдет на конференции, из-за чего ты признаешь проигрыш Иксбокса и перейдешь, например, на слой. На Нитендо Свитч. Мне кажется, этот человек перейдет на что-либо только если он будет ядровое. Да, да, да. Опять же, наркотиками просто. Да, есть домовой, а есть звуковой. Это Петр. Ну, слушайте, это если сейчас выйдет Фил Спенсер и скажет, вы знаете, эксперимент Иксбокс закончен, мы расходимся. А так, я вижу, что в любом случае Майкрософт усиливается и сегодня, я об этом вначале говорил, что независимо от пристрастий, мы увидим в любом случае грандиозное шоу. Оно будет длиться два часа и вряд ли они два часа будут рассказывать о консоли. Да, это будет самая длинная конфа среди всех остальных. И поэтому... Как ты думаешь, о чем они будут говорить? Вот, ну не будут они говорить о Тарафлопсах. Нет, они будут говорить о Тарафлопсах, но не два часа. Но показывают геймплей. А кстати, смотрите, и геймплей некоторых игр будут показывать отдельно. Например, когда закончится прессуха, они сказали, что они будут показывать геймплей Sea of Thieves. Ну то есть как с Баттой? Это кстати, это кстати, да, все касается. После прессухи не расходимся, будем смотреть геймплей Sea of Thieves. И возможно там тоже... А, кстати, и продолжается наша любимая игра. Найдите Антона Логанова, ее Овчеренко, Андрея Загудаева, Вячеслава Мастицкого и Сашу Канегина. Я так понимаю, что вчера многие нашли Антона Логанова и постили об этом в Твиттер, но все ищут Антона Логанова, а мы вчера нашли Тоху и звонили ему просто по телефону, потому что у нас немножко другой уровень. У нас тусовочка, поэтому, да. Для них он Антон Логанов, а для нас Тоха и Патриар. И да, мне кажется, можно Тоху так и искать. Просто давайте звонить ему и прислушиваться к звукам, которые будут сдаваться во время трейлера, когда все затихнут, а мы такие звони, звони, Ильевчин. И там. И звук группы Грибы раздастся, значит, надо... А у нас будет включение с Сашей Мы пытаемся, но если ты видел вчера наш пиратский телемост с Ильей Овчаренко, ты видел, нет? Я видел, да. Да, да, да. Но ты видел, что звук на самом деле даже по телефону постоянно прерывался, лагал и прочее. Потому что, во-первых, все звонили и прочее, и с интернетом какая-то беда. Поэтому мы ничего не обещаем, но будем стараться, конечно, поскольку там столько нашего знакомого народа пусит. И я уже вижу по их твиттерам, что они все там. Стас Ломакин появляется в карьере. Хотя уже и чаты там, по-моему, есть. Я там не писал ничего, да. Нет, а что он должен? Ну, я не знаю, как мы каким-то образом попытаемся с ним связаться. Ну, посмотрим, как там в кадр войдет где-нибудь. То есть, кличет чуваку с камерами. Обязательно. У нас технология уже налажена. А, да, да. Технологи налажены. Ребят, пару донатов зачитаю бы. Давай. Спрашивают Георгий Второй. Ты кто такой? Да. Может быть, в двух словах. Гош, расскажи. Короче, я работаю вместе с Андреем Загударевым на Чингернатком и пишу про киброспорт и видеоигры, когда придется. А я еще тоже работаю на Бимборсе, между прочим. Он вместе со Стасом Лялей и вот этим. Ну, и сразу вопрос от меня. Был на Эпицентре сегодня? Да. Так, и как тебе? Ну, нормально. Болел за КБУ? За КБУ, да. Даже я, даже я посмотрел, да. Еще передают привет из Калининграда. И финал посмотрел. Хорош. Ребят, привет из Калининграда. Привет, Калининградцы. Идем в веселье, как вчера, с Логеном. Оруды вам на кухлишко. Я думаю, что сегодня будет классное шоу в первую очередь, потому что вы помните, что мы всякие шуточки стали отпускать, когда мы просто не понимали, что это происходит. Чего вообще было не так. Да, на так называемой презентации Электроникарства, потому что она была очень странной. Все-таки у Ифбокса она, ну, чаще всего довольно стандартная. То есть выходит продюсер, говорит, сейчас вы увидите такое. после этого трейлера выходит продюсер, трейлер продюсер, потом выходит Фил Спенсер, потом выходит фил Спенсер, значит, про Терафлопсы, про, значит, про Play Anywhere, ну, обязательно, ребят, про всякие сервисы, про миксер, я думаю, обязательно тоже расскажут. А знаешь, что мы еще не обсудили? Мы не обсудили. Про миксер, ребят, новый стрим-сервис. Подожди с миксером, VR. Помнишь, на прошлой конфе Xbox они сказали, что будет такая Fidelity VR, насколько. Кстати, что это значит? Свои очки, типа, они хотят? Я думаю, что это будет Oculus. Они хотят? Кстати, да, это было бы логично. Если они сделают еще одни очки, это будет слишком дороже. Слишком много. Да. Так надоело. Короче, на самом деле, в чем проблема, всегда, когда начинается E3, что первая пресс-конференция это Microsoft Telecommunications. И надо признать, потому что это две самые скучные пресс-конференции. Одна скучнее другой, вот, потому что... В виде краснеть. Сорян, сорян, красавица. Бред, когда вы слушали, несколько, пару лет назад, согласитесь, на Microsoft полностью технологические пресс-конференции, где не было такое. Это было просто... Да, было такое. Но смотри, я, собственно, с этого начал, что сегодня, в любом случае, это будет нестандартная пресс-конференция, потому что она премьерная. там типа два часа. Это презентация. в презентации на консоли это, в принципе, случается, довольно редко. И возможно, сейчас будет реальное исключение и будет по-настоящему интересная пресс-слуха на E3. Ну просто, блин, нам пока не с чем сравнивать. Да, нам не с чем сравнивать, но это сравнивать. Не знаю, хочется каждый год, чтобы не проходилось в основательной схеме, типа, ну все вроде нормальные пресс-слухи, а вот у Sony была классная пресс-конференция. Знаешь почему? Она потому что всегда последняя. Мне кажется, что за право вести последнюю конфу, мне кажется, что у меня есть какие-то подкаверные игры, потому что поскольку она последняя, ее... Нет, не согласен. Я согласен с тобой абсолютно точно. Ее запоминает последний, плюс у них есть возможность за эти дни скорректировать, как они сделали однажды, как они сделали однажды, чуть-чуть потроллили Microsoft, потому что они слышали, они видели все карты, и проще играть, когда ты видишь все в козыре соперника. Поэтому мне кажется, что это стратегическое, конечно, решение, выступать последними, но плюс еще есть психологический эффект. Они последние, их просто больше всего запомнили. Уже все... Но тем не менее... Плюс как канарейки. Забыли, на следующий день все это показывали. Но если повырезать, на самом деле, все эти курец-конференции, ну серьезно, конференции Юбиков или Sony, они всегда запоминаются лучше, потому что там больше игр, там меньше вот этой вот... Мне кажется, что конференция Юбиков запоминается каким-то совершенно... Она однажды запомнилась, цирком с аллей, которые происходят. Не-не-не-не. Ребята, это же... Это же... Это же... Это же... Это же... Аиша больше не будет, но... Да. Слава тебе, Господи. Послушай, это Юбисофт, они возьмут какого-нибудь гея француза, который просто на каблуках будет стоять и рассказывать. В любом случае, ты присуху Юбисофт, мы все запомним, потому что цирк Дюсалей нас ждет сто процентов. Ребята, давайте я еще зачитаю, тут много донатов, пока руда не пошла окончательно. Просто секс пишет, хорошего вечера, ребята. Иван! Горенку 31 пишет, Виктор, есть два стула, на одном новый кодекс Вархаммеров полученный, на втором Xbox улучшенный. Какой выберет? Кстати, неплохо. Сляну на один, на другой ноги положу. Возьму руки не выходить. Кит пишет, парни, не вырубайте звук Е3, теряйте много тем для обсуждения. демо просмотров и новых IP всем. Ставьте первый донат ЭВА. Вот так вот. Спасибо за донат. Насчет звука спорный момент. Кто-то наоборот говорит, делайте тише, кто-то говорит, делайте лучше. Ну, вот у нас будет так, друзья мои. вот так получилось и мне кажется, что, ну, мне кажется, стримят эту конфликту все, как только можно. Есть варианты выбрать и с нами сидят. Те, кто хочет именно с нами, посмотреть конфу, послушать вас в легкой, непринужденной обстановке без дикого обсуждения тарафлопсов и прочего. Мы же сами в этом ни хрена не понимаем, что какие тарафлопсы. Мы ждем игрок. да, да. На микрософт говоришь, что это самая мощная консоль? Мы говорим, да нормально. дикого обсуждения дикого обсуждения тарафлопсов это же пикагеймер. Он же разработчик. Я понимаю. Ему важно, да. ДНД режим. Мне еще интересно, что там было. ДНД режим. Дивинти, Ориджинал Син 2. Не будет? Фу на тебя. Чего волнуешься тогда? Не волнуйся. Я бы на месте кстати, я бы добавлял уже. Потому что ДНД это вообще пикарное состояние. Да ну тебя. Давай еще Ориджинал Син не будет на консольку походить. Да? Да, конечно. Ну не знаю. Я кстати на боксе прошел Ориджинал Син и это было прям крутейшее приключение. Слушай, надеюсь осенью сразу везде или никакая сфорим вытягиваем вытягиваем. Да, конечно. Слышно, он все равно вообще конфермент. Нет, это точно. Райтал конфермент. Пикписи. Может сегодня мы узнаем? Стас тут тебе посвящен и пишет друг 100 рублей. Пишет друг и спрашивает А зачем Стас так сильно штаны подвернул? Блин, пацаны ну это короче стараюсь у тебя подожди тебе за шмот подивили. Потом еще пишет Катан Два часа с ума сошли я готовился разминался светленьким уже курить хочу. Да они быстро быстро провели. Друзья мои, два часа это только начало и по крайней мере мы будем что-то смотреть спорьте обсуждать а после этого будет еще четыре часа тупки очень паскудная на самом деле четыре часа тупки перед конференцией Бетезды которую невозможно пропустить если бы следующая конфа была Юбисофа я может быть еще бы и спать бы лег проснулся обязательно а в Юбисофе я хочу посмотреть только Far Cry 5 кстати Far Cry 5 почему-то я убежден что я увижу димплей сейчас на боксе если кстати на боксе покажет Far Cry 5 Юбисоф может вообще не знать что-то 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 Assassin's Creed Origin может быть кстати пока что грубая уэра пока что грубая уэра да мы знаем кстати вообще что мы знаем про игры ну кроме Crackdown 3 пожалуйста ребят при мне не упоминайте Crackdown 3 когда Apple Legends решили перепупустить такие что нет я вообще слышал про Apple 4 то есть вот так которые отменили да послушай Scalebound тоже отменили а тем не менее они это 2 вот пишут реально ну понятно где это невозможно да все все нет подожди они же сказали все что все да 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 на Kickstarter только вы выходите на Kickstarter тоже нет ну выходит нормально сегодня предъява конечно предъява я кстати вообще не понимаю когда именитые разработчики за пиаром идут на Kickstarter ну это про Mail.Rub сейчас и про Mail.Rub а нет а причем с Бинфайд причем со своим вот этим проектом который по ProFinder типа крутая они же сейчас делают впервые не МНО они сейчас делают ПК РПГ на юлиси да по ProFinder то есть сразу с ну РПГ механикой известной это по которому не ну с Крисом конечно нет подожди с Крисом Авилоном на деньги Mail.Rub без Тейлор он должен быть обязательно и все равно выходит на Kickstarter исключительно кстати для Hyper PR это уже известная тема то есть если он денег не положит там просто Mail.Rub открывает кошелев кидает деньги и все и закрывает проект ну в смысле закрывает проект на Kickstarter вот вот поздравляю что у нас уже есть деньги мы хотим сделать игру на прости меня на ПК РПГ Ребята осталось пару минут давайте дочитаю донаты давай обижаться пишет фрай только что с металл концерта спасибо что делаете мой день еще круче что за металл пришлите нам еще сообщение человек из Кемерово пишет это мой шестой год когда я смотрю конференцию с вами спасибо вам и вам тоже спасибо да надо 159 рублей нормально не респект ветеранам пишет Андрей не стесняйся и перебывай чтобы донаты сразу сразу начинай вот так вот нет сейчас 4к будет пацаны нет смотри все сразу все сразу эволюшн пока показывает еще привет из Питера от взорвем танцпол обязательно взорвем вот здесь 8к которую у меня на xbox да сейчас нам показывают технологическую эволюцию консоли и это все ради того чтобы 4к пуль 4к зашли с пузырей мы же кстати даже не знаем внешнего вида консоли вообще ничего ничего знаешь какой это будет коробка почему вот она вот она а а кефс это реальный размер это реальный размер ну да это как тот коп который пищевая да так 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 подождите смотрите блин переводите айолмов дает смотрите без получасового загона да ну потом выплатят один чип второй чип второй чип все пошли слегка мне трудно держать себя в руках хорошо ты посмотри процессор процессор он приземляет амструк камень видите зеленым загорится я сейчас вот так это по венам по венам пошло по венам я чувствую мощь держись взрывается а сейчас дадут названия ЗУ ЗУ ИКСБОКС ЗУ Я с вами Дадут мне уж сейчас будет остаться ЗАМИ КОЛЬЦА МОНДОР то с Они мая p МОНДОР мекст платформы да Иксбокс мордор quase иксбокс микс... قال давайте ставьте ставки КААААrint я слышал про Evo ИКСБОКС Men вот она мой вариант origin жоповый тузы нельзя origin origin да xbox 4 high xbox 1 xbox 4 xbox 4 xbox 4 xbox 4 смотрите, кирилл правильно заметил что будет xbox xbox 1 xbox 1 тихо! внешний вид коробка коробка идеальный квадрат трупа ну и всё какая коробка отлично дырышки полная они даже не расскажут F klein FwasEL rast成 черный квадрат смелис симпатичный нормальный � hist is хорошая футболка смотри, что в зале происходит Фонограмма просили просто, конечно, да. Так, снять зрителей. Видео на взводе, стройко. Кстати, не забывайте попаливать, да. Но он, кстати, вот это сидит, этот фанатский Сектор. Обратите внимание, у них всех одинаковые майки с... Нет, не всем. Эксбукс VHS. Кстати, хороший. Хороший VHS. И миксер, кстати, через который мы смотрим. Да. Три принципа. Это они про старые грузы, да. Что-то лучше. Филу тоже микрофон трещится. Да, филу трещит. Нет, про старые грузы можно не надо. Мы не сняли, это вроде... Диaksbox X. И сегодня... Мы ученые зин Statut. Выпераем. Так. Т икс Б Town... ЭАААХ. Примерно как E-A-A-U-E. Такое издание, что если в обратную сторону читать Xbox One X, то будет то же самое. Покажите, пожалуйста, там же их сравнивают, их сравнивают. В жопу давать страниц сразу. Хуанхэ, да. Ахахаха. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Нет, ну подожди, Петь, подожди... Немножко респектам, хотя бы... Сказать непонятно, почему они шли на шоу с Агрессия. Да, респект этих нарям. Он, смотри, супер в свитере. Да, этих нарисов заправленные. Это будет Xbox One X. Жена такая, одень фиолетовый, одень фиолетовый свитер, единственный. Смотрите, сила, совместимость и мастерство. Глобалерпэш. Глобалерпэш. Сила, мастерство и прочее. 6 гигабайт. 12 гигов. 12 гигов. Больше игровой ПК. Не каждый игровой ПК. У меня на компе 12 гигов. Это на котором. На котором. На котором. Глобалерпэш. Я бы удивился, если там было меньше. Слушай, единственное, что, слушай, текстуры могут тоже... 4K! Смотри, я внешне, его слабо отвечу от Xbox One. SS на самом деле. Не с тобой белого цвета. А мне же это ZLS. Как я сейчас чуть-чуть не умер? Да. Особенно в том, что ZLS и Z1 тоже мне нравятся. Z1 тоже мне нравятся. Z1 мне нравится. Мне кажется, ваша саду-система, наконец-то не нравится. Да, вообще нет. Шивая компания. Да. Компобилить. Компобилить. Чтоб ты вчера так слушался. Компобилить. Чтоб ты вчера так слушался. Да. И все новые игры будут тормозить. Сталкер без лагов. А на новом Xbox они будут идти нормально. Вот так вот. PlayStation вам открыла глаза на всё. И всё, когда пробовала. Let's put the X. На самом деле, на это твои глаза. Мобильные собственности технологии. Но когда ты берёшь новый планшет. Ну да. Этой же линейке. Которой чуть-чуть улучшенной. Да. При том, что они говорят, что те же приложения будут пускаться и для прошлой модели. Но все мы понимаем. И ржут такие. И ржут такие. И циркала 10.8 SP-дисплей будет 7.7. То есть 24.7. Что такое Grafsman? Мастерство. Мастерство. Решение. Это работать не можно. Они говорят, что манженеры посвящены. Но это куда-то превращаются в 1790. Этоجелиство процессора. Ага. То есть они говорят про манженерку. Совершенно. Но как это буду с ним? Да. А мне кажется, что при инновационной гитаре в другом. Процессор. Необильный. Это самый быстрый процессор, который наконец-то подъездил на консоль. Наше дизайне означает, что каждый миллиметр. Произвальный дизайн процессора. Что это система предположения? То есть открываешь сенсор, и видишь, премиальный дизайн. Ты это трансыкс? Ты открываешь капот, баварский устанавливаешь. И вот заменит система охлаждения за бейбом. 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 Поэтому ты можешь снять сенсор. Поэтому сейчас объявляю цену. Баксов? 800. 500. Ну, короче, есть две суммы, у которых все слои 3, 799, или 4,799. Ну, а я за 500, конечно. Потому что после всего сказанного, надеяться меньше, чем на 500. Не-не-не, ну то есть и так, и так, и другается. У нас справедливо. Нормально. Чуваке, вчера было всё так же со звуком, видео и всем остальным. Идите в пилосе, откройте, расслабьтесь и смотрите. Так, как это делает Виктор Зуев. Ну, лайк Зуев. Да холодильник, я бы ладно. Ну, пока ещё, пока ещё можно, ребят. Ребят, пока, если у вас есть желание, там, сходить, взять, что-то себе попробовать сделать. О, самый маленький Xbox ещё там будет. Ну-ка. Потому что через пять минут, десять, начнутся ролики и прочее. Вот месячный тест, блин, круто. Круто. Месячный тест? Точно круто. Блин, там же был слайд, на самом деле, со сомнением. Но они почему-то показывали на аффиле с видером. Короче, это очень круто, прям респект. Бах! О, эксклюзивчик пошёл. Трандет? 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 Нет? Эксклюзивный? Не знаю. Ага. Это, по-моему, как раз Барло. Дубай. Это был похож на Дубай. Форца Мотар Спорт 7, да. Тачка, между прочим, в Гран Туризме первой части такой тачки перенесулирует. Вообще, гоночки, графон. Ну окей, в принципе, да, начали сейчас в дежурных мировах. Потом покажут, что Halo, Gears, Gears. Halo 6. Да, Halo как хотели. Так вот. Так, слушай, мы тут сидим с Андреем, например, и ждем хоть что-нибудь по Halo, потому что есть всякие слухи, что Halo не будет в этом году. Было бы неплохо. И поэтому, когда говорится, что Halo 6, Да я рад бы, чтобы Halo 6 сейчас показали. Чебят, как Halo 6? Чувак, не, не, не. Обязательно 6, хоть что-нибудь по Halo. Не, 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 вот давайте, если уже Halo, то Halo 6. Не хоть что-нибудь по Halo. Нет, я хоть что-нибудь могу. Короче, вот висит твой парень. Короче, Борцан вообще всегда. Будем играть. Мы вчера сказали, что Торцан сейчас ключевой игрок. Нет, но мы все-таки про Хорайзен немножко. Хорайзен, да. А это... Сейчас посмотрим. Это кольцевые гонки. Нет, ну что-то для любителей более серьезных игроков. Кстати, очень крутой чувак, да. Кори, я не знаю. Нет, просто где гоночный асимулятор и я, а когда я был на брифинге у него, он так рассказывал про Форцу, что я такой... Настя, чёрт. Виктор, тут донат от катана. Пишет, боже, как же Виктор напряжён. Откручиваем. Блин, разлетается. Ой, машину привезли. Я же говорил, во-первых, тачку. Во-вторых, тачку. Сейчас КАБДВ должно выйти, естественно. О, господи. И Стиви. И Стиви, да. Совсем похер. Не, вы, кстати, напрасно. До этого лицензия на Порше была... У УРФС. Да, у УРФС. И только в этом году, получается, выходят игры. Да. Ничего себе. Порше будет сразу... Смотрите, у нас... Продуксвейс бы не пошёл. Продуксвейс. Продуксвейс. Это же просто... По классике. Продуксвейс. Дори... Дорида в США будет не каждое наполнение, а будет сразу лучше. Скажешь, лицензия. Ну, гоночные симуляторы сражаются точно так же, как симуляторы футбола. У кого будет Реал Мадрид... Притом это... Уже давно не так, конечно. Реально, лицензиями гоняются... Не, ну сейчас это явно будет претендент на конкуриацию... Реал Мадрид... В серватории с пакетом... Худший человек! Худший человек! Гонки, но... Фастер Хьюллер. У всех там додавцы делают их давно. Да. Хорошо. Но это уже не гонки. А... А Форция и Грантуризм, это такие вот серьезные, напряженные... автосимуляторы. Именно автосимуляторы. Но я... Я не знаю. Я никогда не любил это что-то. Девушка водитель. Я просто знаю, что можно сделать крутого в кольцевых гонках. Всегда одно и то же. Форция Хорайзен показала, как можно сделать свободный мир, где можно просто кататься в своем удовольствии, и сраждаться видами. И точку решения. Мы вчера, собственно, говорили о том, что все игры про машины должны выглядеть как Форция Хорайзен. Но Форция Хорайзен, это вот... Нативный 4К, 60 FPS, все вы проявите. Да. Будет сейчас, не знаю. Шокироващая игра, которой железо мощно как бы необходимо. Мне кажется, некоторые не согласятся с тобой, потому что все хотят видеть полную физику машины, чтобы посидеть внутри, обретала камера. Ну подожди. Игра про дорогие машины. И так было нормально. Игра про машины, на которых мы никогда не будем ездить. Поэтому все хотят видеть. Такой нам было бы посмотреть на полную развертую погоду. Потому что лучшая погода, она была на самом деле другой игре. Райфлайп. Райфлайп. Райфлайп и вообще космос до сих пор графика. И очень многого нету в видеокарт-симуляторах именно в плане визуалов. Но там именно крутая пасмурная игра была. Да, да, да. Но здесь тоже не то. Тут, короче, надо сайд-бай-сайд, короче. Смотри, как бы круто. Насколько вообще сейчас ведь знак равно между боксом и ТК? Уже практически полностью, да? То есть все, что мы сейчас увидим здесь, это все будет на Windows 10, да? Получается, что так. Ну, мы будем смотреть прошу. Мы будем смотреть, что да. Они же не верят, что у нас снова это стало. Это вообще не было. Да, сейчас мы их просили. The pas контакта Superman ist reborn in Forza. Whether running on the Xbox One family and consoles or Windows 10 PC's, Forza Motorsport 7 is the most technically advanced and comprehensive racing games ever made. Так, ждем, ааааааа. Сейчас они знаешь, зашли с Gubi. И ждем, когда сейчас сказали. Мы должны сразу схоласить. 6, 7, а то есть пропустить шестую? Можно. Halo X, мне кажется. Сейчас сядет и увидит. Так, ладно, ребят, оставайтесь уже. Вон у меня все хорошо. 3 октября. Подожди. Кстати, дата выхода консоли. Пока не помню. Не сказали. В конце, да. Но при этом Force 7 для супер консоли выходит 3 октября. Может быть, не старт продаж. Скорее всего, не старт. Конечно, конечно. Это, кстати, тоже стандартная схема. На лучшем. На лучшем консоли обязательно должно быть гонок. Скорее всего, 60FPS в 5 раз уже. А то, что было еще в роликах. А то, что это будет тапа за 60FPS и штыки. Это просто не было. Спасибо, что не про этот. Я просто в шоке, потому что... Помнишь, про ТВ была конференция? Я не хочу, чтобы она была всякой раз. Я хочу. Это про железо. Геймс, которые транспортят нас в новом мире. И дают нам новые перспективы. Ну, 300FPS всегда есть. Опа! 42FPS! Подожди! Я не буду 30 диков. А их надо придумать еще 30 диков. Там они капхэпник и никакую всех не хватит. Вот, смотри, мы видим Xbox One X и рядом Мне кажется, что это сентябревый концерт Нет, тут пишут, что в ноябре и мы прослушаем 7 ноября выйдет, мы прослушаем Да, в зале он встаем Все странно, что не было славы Так, Single Player Masterpiece Кто-то возвращается Он сказал, мы возвращаемся Не вижу Смотри, тут метро STALKER 2 Конферн Кстати, BTR Может и не BTR Достоевский Достоевский Метро новое Метро новое Да, метро, да Третья Ну она же везде выходит Ну да, естественно Они же не дураки Третья Кто-то не плохо Кто-то не плохо Да 4К А вроде у THQ все не очень было THQ Да Возможно, он какой-то другой Метро это вообще уникальная франшиза Тем, что самое хреновое, что у нее есть, это книги, к сожалению Да А игры это здорово Да Нет, первая книга была нормальной своей задумкой Я бы так и казал, что самое плохое Метро это Буховский Да, к сожалению, человек, который придумал всю эту историю Он писал свои игры для Last Fight, кстати Даааа Типа И Last Fight отвратительное говно Ну, не знаю Не знаю Не знаю Там есть крутые моменты Там есть крутые моменты Да Но реально, объективно То есть, отвратительное говно Метро лучше это игра, а не книги Несмотря на то, что во вселенной Мне кажется, что проблема Метро в целом в том, что она какая-то Ну, то есть, там есть очень много крутых моментов Это очень хорошая идея Она не собрана Они не просрались То есть, вот есть какая-то, ты думаешь Ну, давай, давай, щас будет крутым оттитывать Нет, еще во второй части они просто закривались от одной простой идеи Как фашизм равно коммунизм И они эту идею просто тебе в голову Ну, так в книге было в этом проблеме Да, мы говорим, да Мы говорим с проблемой в Глуховском Ну, то есть, мне уже скучно было Это понятно, это идея не первой свежести И 300 лет, и сколько я могу Ну, кстати, интересно Интересно, что они эту вторую игру показывают И это Метро Так, друзья, давайте посмотрим Экшн на ГТЕ Пожалуйста Где мы? В Москве Не факт Где мы? Это должно быть в Москве Я отказываюсь в этой игре Это на Мальте, естественно Ну, вот в Подмосковье Что за такое? Да это вишники, мне кажется Бабушкинская Не, вишники пульта Какая это Москва? Ты видел, как? Газ там был Ты видел, как там какие-то озера Блин, ну если это фикшн Но тут больше насталки Вы нашли на Метро Это, конечно, такое Потому что у них был большой простор, например, в Москву сделать Больше похоже на Москву Да, честно, потому что насталки Выглядит круто Выглядит классно Выглядит классно Славянский прайзис Самый арбалет Может это так же пройдет Сталки Жири, как они рады Перова Нормальная тиман Нормальная тиман Тут такая розочка Какая-б revs 28 дней спустя Да 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 И на xbox one x Конечно Все-таки Россия могут Да 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 Вос inter 하는데 на игровой пункте точно не пойдет сайтер собака волны отлично шестка но видосом странный вообще интерфейс интерфейс весь башкой кирилла на сети огромный я украина я утром гай фанни гай слишком круто особенно после вас я хочу чтобы там не было вообще даже выискли что он не подходил пока ничего нового по сравнению с предыдущей частью окружения и улететь сейчас каждый новый союз заказа красивая метро перова такое слово слово но принципаев на 2035 обратите внимание обратите внимание издает второе название нового вот вот обожаю мне кажется сейчас будет байвэ все ребят юбисот можно смотреть все свободны всех отпускаю с уроков выйдет никогда отлично там были утечки из гейминформера про всякую вот эту фигню основная фишка которая известна это то что игру разрабатывали еще в тот момент когда разрабатывался ассайдскрит про францию то есть это реально да делали довольно давно то есть настоящий наизгент ассайдскрит но блин честно говоря мне английский ассайдскрит понравился ну сорян смотри это вообще не аргумент нет просто механом там negative там все будет там все тоже должно было корабли соком получили здесь красиво оооооооооооооооооооооооооох есть и пирамиду это вообще пыль мои боли один раз залез и на полёна одаем даже скриптом ни сцене какой-нибудь и скатился педиатр вегипте, вольное прочтение истории ну, тут как обычно, тут такое будет вольное прочтение что мало ли покерутся ну, естественно, да рамсэском плее Еее, круто не R Ruination Сырский империя уже есть ну это поздний египет ООООООООООООООО Administration У��면 Траман да ... я не пробовал запретить это название как у вас с пирамиды все нато прыгать будут правда, там реально такой прыжок вверх с пирамиды я не знаю, Assassin's Creed надо многое сделать чтобы вернуть в моё доверие слушай, да ладно я после Unity уже не могу не, Unity это была лютая параша армейский был очень хороший после Unity у меня отражение ты не играл просто не, английский был очень хороший да, синдикат точно и каждый раз мне это говорят ты не играл вот тут донат на эту тему пишет Man who loves когда Зуев стал таким ханжо и говнарём хотя нет, говнарём он был всегда Влади ответил на англ давайте послушаем, что отдалочка да ну да, я забыл здесь в очках тут ещё передаёт привет стался один спасибо я взорвал, кстати бегите оттуда huge systemic world да очень молодец кстати да даже вы говорите не может не может послушаем а он нас с Ваней первый раз услышал двинут нас ой а на чём выпускаем а узнаешь скоро так да опять просто 42 демо будет драчь форк рой хиплэйч пошёл нет 4к 4к я просто дрочу уже у меня есть реально, чуваки, я с тобой супер увлечён древним египтом это та игра, которую делают просто фоми не али рим нет я, по-моему, когда ещё играл я когда играл в фараона а когда я играл в фараона, я ещё умирал древний рим, это следующий этап всё нормально я бы хотел палить на Грецию ну извини, в следующем году ну ассасин скрит, ну блин, ну это же он что-то хотел не хочу пить пошёл он нахер подожди, дай ему шанс нет что, лучше самому ногами как мудаку бегать что, нельзя на лошадь? вообще нельзя на лошадь? лошадь это на главную тему я про лошадь вообще ничего не говорил а что? что? что ты сказал? ассасин скрит ты сказал? да, да, вот он ходит по кодам вот маркеры Витя хотел про Русь, наверное ассасин про Викину хотел ассасин короче, они все свои механики всунули в одну игру и Юбисофт мы вчера, на самом деле мы вчера все это обсуждали что Юбисофт в этом смысле мало чем отличается от электроника единственное, чем они отличаются это то, что они драматизируют над тем, что вот, вы такие классные а нас хочет съесть в Евенди не допустим этого ну Юбисофт а так в остальном, ну типа, это конъюнктурная компания абсолютно а зачем считывается? не знаешь срать за орла может на нем с пирамидой можно съехать срать орлом, это на каждой ядре обязательно играем оооо ну да, пока что пацаны, почище серпейс например, замечу кстати, да огромное количество инфографики это было всегда и раздвоенные пальмы такого не было было в индейском сетинге раздвоенные пальмы хорошо, но он так же в дереве скакал все, видите, максимум хэдмод включен за юнити за ней я тоже, я люто ненавижу ассасинскрит и благодаря юнити во многом но, реально, с синдикатором я в синдикатор не играл, ладно, попробуем короче, в ассасинскрите юбисофт реально стараются потому что невозможно производить парашют как в юнити вот смотри сейчас нагреть его по стелсу но мы же знаем, что стелс в ассасинскрите он реально сломан потому что если тебя заметили, то ты такой ой, меня заметили, чуваки за кого это сделали сейчас тут вообще не надо давай не будем харт поставь и посмотри как он сломан не, я согласен с Витей в том, что что в ассасинскрите, что в фаркраине мы много раз это обсуждали ты показал хера за угла ой, чей это хер ну ладно, я с минуты обсуждаю есть сика, да а вот есть, да чей же это хер может быть где же есть тут его нет может быть смотри с маленьким а еще и поговорил они такие ой, как это спектакль смех может, это хер ну и хер с ним ну пока только орел новый вот, уронил чувака но орел не новый, потому что он был фактор орел не новый веселя, она пишет в этих плюс и минус игры он сказал что если не было прокачки, он сказал что появились рпг-элементы знаешь почему? потому что иначе ты действительно мог из-за этой боевки а здесь, видимо, с рпг-элементами боятся специальные, мощные чуваки, чтобы ты не ходил в некоторые как по-моему в синдикате были рпг-элементы не играл, не знаю Стас, ты не помнишь рпг-элементов, давно там была прокачка а, ну да, ты мог просто... смолодящийся рпг-элемент да... ну короче, not impressed сеттинг охрененный мерафон завезли так всегда по-моему ради сеттинга и нужно играть так всегда мы всегда хотели играть ради сеттинга но просто каждый раз натыкался, что внутри, в крутом сеттинге, внутри то же самое но очень великолепный сюжет и говоря не пройдет ну и вот играет не хотел я так синдикат не прошел ну это шестер ну он тебе так понравился в 30 часов ну потому что понятно найти все письма я не хочу ну про миксер надо сказать мы кстати стримимим миксер да 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 это новый стриминговый сервис от microsoft который есть на Vox7 который мы сейчас используем и который мы сейчас используем да, мы сейчас стримимим через миксер но смотрим вот это дерьмо на миксер да короче пока про миксера тут пара донатов mentorhunter пишет нафиг донаты по 100 рублей даешь больше милей и присылает 1000 рублей вот это респект спасибо fuck and look at Xbox One 3 дадададад все короче Псепика линейка на Xbox One X Обязательно Курлы Курлы Старайтесь еще не шумевать на самом деле Бабка молотов Страш Страш Давай сделаем следующее Давай быстрее На пол Короче, когда появился Все убежали Причем, кстати Уже Дримхак будет проводить первую турниру Да, будет у нее Подолгалов вообще В этом году Ничего более хайпового Не выходило на самом деле Причем Заметь, это хайп Типа не на недельку Туалет опять, обратите внимание Но играть я в это конечно же не буду Причем не аксессы Все дрочные Знаешь, пошли вот эта история Когда типа отец с сыном играют Они там тащат Да, это стримеры классные Ну то есть это такая Но, но Смотрите, выход на консоли Означает одно Что по крайней мере Поработать над качеством Поскольку все жалуются на страшные баги Это игры на пикап Ну да Это же игра сделана для RLX Нет И выход на консоли Это реально скачный скачок для игры Ты так думаешь, ты играешь в ARK Survival и WoW А он по-моему тоже RLX Кстати, да Я забыл, что на боксе есть RLX Сфотически Ранний доступ В любом случае ARK был не такой хайповый, как Battlegrounds А это точно Battlegrounds? Да Это игра без сеттинга То есть это не имеет такого значения Они взяли Похожи на RLX Это типа Stalker без сюжета А там просто какие-то есть эти Это не Stalker Это игровая механика чистая Короче, у меня брат играет в PlayerUnknown's Battlegrounds И очень ее хвалит И он долго рассказывал мне о том, какие ситуации возникают И как это здорово и увлекательно А он из тех, кто служил в армии и получал от этого удовольствие Да, да Ну есть такие Как от ОТОРМЫ Не все ссутся от того, что Это не АТОРМЫ Ну, короче Я говорю, что бывает такое, что ты в двери затреваешь, что в двери постоянно? Ага, понятно То есть это опять зажел в двери Тут что зашел дверь В АТОРМЫ БУЛО такое постоянно? Да, ребят у нас новиночка В ЧТРК No Текстуры тут в ЧТРК и через интерактивити он миксер, можно часто писать да, очень широко это какой-то прикольный клоу нет? ну да, какой-то launch exclusive процедурный между прочим, много клоу по такому во все выходит Sea of Hits да, 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 да Sea of Hits я тоже очень люблю ого олен шутер но с терраформингом но с терраформингом это как? это смейс в 2004, помнишь, как это называлось? ааа, Heldepid Deep Rock Galactic Danger Derp Dwarf космические гномы короче, копаешь руду и убиваешь вот, вот это присуха, вы посмотрите вообще Far Cry Far Cry это State of the Kade пожалуйста это State of the Kade да, State of the Kade Far Cry совершенно другая гамма ну и там не убойки мажорные развалины не, State of the Kade 2 это просто это, собственно, это концов с сцены вообще ну да, о котором никто не знает о котором никто не знает потому что они не говорят про него потому что не играли это единственная игра про зомби в которую я просто играл вообще погрузившись головой единственная вообще ну как все же был сюжет создающего сам по себе у тебя прям личные задачи когда тебе не навяливают историю что типа вот тебе нужно пойти туда все потому что потому что а ты прям сам такой нет, мне нужно пойти и найти новое убежище для моих ребят да, короче, на самом деле из трейлеров это не следует но State of the Kade это не зомби-хоррор это такая стратегия это менеджмент формата я и мои пацаны вы обустраиваете убежище смотрите какие-то помидоры надо посадить сколько места нужно спальных мест для вновь прибывших выживших а вот вы поймали вы поставили радиорубку и поймали новые сигналы и пошли их спасать можно отправить какого-нибудь чувака за там, не знаю, древесиной для новых сигналов он не вернется он не вернется а кто пойти его спасать то есть это прям очень крутой менеджмент вот собственно как мы видим это три ситуации с нами Георгий Ядовичук да, вот он да, и тех кого спасаете потом вы соответственно этих людей любите свои способности и вы всех собираете у себя на базе и при этом прокачиваете этих людей теряете их иногда менатросы окончаются? да, там есть какой-то там есть на самом деле сюжет какой-то ну короче вот вот начинается то есть есть база которую ты развиваешь это круто ну прям у тебя по сути все квесты очень важные для тебя так у тебя поскольку ты набрал кучу людей у вас начинают закачиваться продукты они срутся еще друг с другом один может заболеть другие там ну короче круто я надеюсь что здесь больше будет в частности именно процедурные процедурные да с элементами хоспитала да там же есть элементы хоррора да как ни странно несмотря на то что она такая яркая играть стрёмно я помню до сих пор это удивительный эффект от первых степей у детей когда ты стелс на автомобиле держишь на пикапе очень медленно и очень тихо с выключением в армии херачишь через город чтобы просто свалить из этого места и найти нового бенжа я помню как я там машины собирал себе автопарк такой у меня были машины для заданий скоростные машины для какого-то быстрого там реагирования реагирования да дверь мне нравится да да мне не очень выразительно но то есть графон это не главное это не главное но это такой себе индий не существует потому что это издает как бы в любом случае это все лучше всяких вещь 1z1 и прочее да 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 и там есть на самом деле периодически ультра зомби которые могут появиться в соседнем доме с твоей базой если вы вовремя не зачистили этот дом и тебе периодически приходится ходить на зачистку собираешь команду и идете просто выжигать целые гнезда уродов желательно днем а очень круто иногда попасть например на сахар порвали бабу видите бабу порвали бабу 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 ПТЕ ну да ну то есть какая-то в чате пишут что графон из 2005 года в чате на самом деле вчера нам Витя показывал трейлер Shadow of War и если не знать контекста не знать первую игру и не знать это всё действительно для постороннего человека это выглядит как типа чего но поверьте State of Decay первый он есть на Xbox One насколько я понимаю он есть на нежде я советую вам я прям искренне советую вам в нём поиграть это то дерьмо на которое стоит потратить время вы залипнете скорее всего что через день бросите это правда это очень круто и это понять можно только если вы прииграете действительно можно представить Это не так. Господи, как хорошо. Следующий, следующий, следующий. Это херня выйдет? Не факт. Это не The Long Dark? Что, волосы на руках расти начались? Long Dark, по-моему, такая игра уже вышла. Long Dark, в раннем доступе на Xbox. И везде. Но выглядит она вот тут похоже. Да. Unchance. Unchance, да. Unchance. Что за антидиндиндикс? Я надеюсь, это не какая-то моба. Всё, возможно, Андрей. Плитупоин этот разин. One of my early days. Overwatch. Да. Какая-то доза. Что? В футболке 1С? Блитупоин этот разин. Блитупоин этот разин. Блитупоин этот разин. Черт. Да, короче, моба. Самое главное. Блит, а начало такое прикольное. Начало киберспортивные чуваки. И вот сейчас то, что происходит Блин, короче, я, честно говоря, не знаю, зачем нужны... Это моя главная загадка для меня Зачем нужны эти мобы от третьего лица? Да Я вообще не понимаю Не, я знаю, что на консоли... Может быть, на консоли... Слушай, у нас все тут нравится, понимаешь? Занит ли на котя по чуть-чуть аудитории Потому что все надеются, что все наигрались в одну игру Может, перейти к нашу Это будет бесконечная история С этим ничего не поделаешь Узор Ладно, тут два доната Бан Кощей пишет Assassin's Creed in the name of the Tsar Даааа Вот это да Слушайте, на самом деле нет Потому что я на сеттинге не куплюсь даже в этом случае Потому что мы об этом уже говорили Что даже если будет крутейший сеттинг, я не знаю, там... В Древней Руси или там... Я думаю, про Российскую империю ты бы играл Мне кажется, ты первый, кто будет... Давай, мы тебе курить все в Киеве сейчас Да Просто полно демонстративно вставать в ВТ Слушай, давайте... Если будет Assassin's Creed по Октябрьской революции, играть будут все EP тоже Так он же выходил уже Ну, нет, это выходило реально такой филер какой-то Так, ладно, давайте серьезно, слушайте Ультра известная игра Кто когда-нибудь серьезно играл в дерьмо? Нет Ну, обсуждали тысячу раз К сожалению, нет К сожалению Почему? Что это? Я просто боярин, я не знаю Это Minecraft Ты боярин Ты не знаешь Minecraft Ты не знаешь Minecraft И не знаешь Minecraft Да ладно, ну что, представьте, дети как... Не-не-не, это реально важно Да Да Это Switch Сейчас показали Это не Стебануле Что? А потом Стебануле Показали iPhone Это Switch А PlayStation А PlayStation Мне кажется, пожалуйста Давайте не выбрать Давайте не будем Мы все знаем про Minecraft Ну не надо Так, новые фичи сейчас тебе покажут Огромные меры Новые кубы Ооооо Новые лопаты Видели, да? Игру от Telltale Нет, про Minecraft про Minecraft Что тут? Говорят неплохая Говорят неплохая, да Но уж наверняка лучше, чем Batman Awakening Корее все, что тебе конферeman Все подходы в Play Anywhere Ну у кого есть Огромная баба Размером с мужика Ну ты с татуировкой петь Как у тебя Между прочим К instagram орехи Её лицо вообще зависит Настолько emazing Её просто она большой Накачает Ну, Майнкрафт, да. Настолько не ЦА, что просто даже говорит ящик. Но при этом, да, это консульция в какой-то степени. Видите, тут опять донат, адресованный тебе. Так. Смотри, Невэльна из Сибири пишет. Начало уже хорошее. Он пишет, в моем уродске конфа-беседки будет одновременно с другим кое-каким массовым мероприятием. Как быть? Что бы выбрал Зуев? В беседку, конечно. Какое-то. Кстати, кое-какое мероприятие, которое завтра у Москвы собирается. Ну, просто дичайшую блюз, вот то, что происходит. Да-да-да. Потому что, когда есть разрешенный митинг, зачем-то идти на специальную провокацию, где будут винтить школьников, которые на футболе даже не были, не знают, что такое ОМОН, не знают зачем. Дупость какая-то. Я думаю, они просто даже не знают, что такое не будет. Ну, сейчас. Тут очевиден. Да, смотрите. 4К. Я не рекомендую, да. Я всё понимаю. А тут 4К. Не ведись. Да, не ведись на глупости. 4К. Ради чужих амбиций, чуваки. Давали в 4К. Да. Ну или хотя бы на дерби сходите в спартакции и скайпе. Посмотрите. Что такое много ОМОН и когда, да? Не чаще, а Динамо будет. О, Динамо уже возвращается. Стасон знает. Майнкрафт в 4К. Всё вернулся. Ну теперь реально можно... Когда мне показали Майнкрафт в 4К, я охерел. Ну, блин, без Майнкрафта можно сколько убрать. Без Майнкрафта не могла быть конференция, понятно. Ну, как PlayStation сейчас и без Кмака. Вот так, слышь. Давно забыто. В Канак-2. Они же сами над собой стягутся. Да, да. Пока. Загиб за недавно пояснил, да. Такая тишина прояснил, да, 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 да. Мы все ждём, когда... I was blown away. Жбаем с портлеем. Да, да, да. Просто вот. Трейнер за трейнером. Dragon Ball? Мне кажется, сейчас Георгий Добродей. Георгий Добродей! Георгий Добродей! Георгий Добродей! Георгий Добродей! Звоним! Новый эксклюз. Где мы в Берлине просто сейчас? Тугой Тупетру. Тугой. Тугой Тупетру. Понятно. Намка Бандай во всей красе. И Чан Таби. А, слушай, в 2д? В 2д. В 2д. В 2д всякие. В 5д. Нормальный. В 4д. В 4д. В 4д. С открытым миром. с открытым миром, да просто, такое дерьмище мне добродетель ключ тогда давал, я такой, да, дай мне пожалуйста просто, очень странная херня, ничего не понял а здесь так и хватит, знаешь, да нормально, я бы на самом деле зарубился, просто ради вот таких новых впечатлений нет, это нормально, но опять же, пока что покупать новые Xbox не понятно, зачем ну это мультипот, драгонбол файл ну все игры сегодня нет, драгонбол файл тебе же написано там, что тебе написано да, 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 вот Нагата нам пишет в чате, что очень крутые файтинги по драгонболам, и стой, попробуй да, ради бога так, что следующее пёрл, абисс ну вот, это Стас сейчас должен снять шляпу сразу я просто уже чувствую такой дух Минти, который витает мне кажется, что бродилка, типа, нет, Walking Simulator бродилка, хорошая, из 92-го года, понятно слушай, слушай, а как еще? 92-го, бродилка нет, нет, мне кажется, что, да, в Google Тензер пишет онлайн? офлайн 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 о господи, да создание персонажа с голым, там, членом, как обычно так, да лодж так, фэнтези какой? готика 7 на 7 холмах похоже на какую-то стратегию, если честно да призм 4 и трейл похож на готику, да фэнтези мне это было безопаснее блясс за 101хп как бы соулкалибра ate не знаю до gelir смирный короче какая это ММО, да паху на搞 где тебе цифры кита просто убрали тофейс чтобы 4к не загорать циферки 4к цифер квест я не знаю короче у вас у нас вариантов колоды онлайн корейская да ну да не ничего я грыжу вот такого крутого я не вижу поэтому скорее всего это будет даже да не может быть и чарльз экспириенс только 4к ну а чё нет чё нет ну в целом лайн целом лайн на сцену мы мордоген все про зомби просто забыли перейснули страницу это франция саботёр что ли у нас разрушенная флевобашенная это это кто тимс чураки я напоминаю всем соврамщицам говноедам из чата что операционная система windows также принадлежит компании microsoft вы можете в жопу себе засунуть в свои тезисы паскуды пиксельное говно да нормально нормально посмотрите как стас оживился ну что я постарался разнообразие какое-то унёс скорее всего это было франшиза 3d задники и пиксельное говно слушай ну это как место красиво как место ну ребят вы играли в да я играл в там не было никаких эффектов не было но есть есть чуть чуть согласитесь я играл в мобилках да я тоже нет круто что если одна из них будет норм название не сказали она сбоку the last night да да вот это хорошо стас снова оживился это просто лучше да не знаю что это я люблю Стас прошел очень мне нравится а то есть бумажный да в костюме смотрите в фонде су-пер пеппер марио костюмы брекундер честно нет в fear заist Это сразу видно, что одна из лучших игроков Игра для чуваков, которые льют вот этих последних ладаж Третий класс, все нормально Игра называется LSD Механик и саундшей Затурилы Actual Escape Нормально Нормально Улончик эксклюзив Ну да, на пикатность уже будет значительно Так Проект Вена Проект все в суре Слушайте, как-то все запомните Это Япония, а не Майкл Это Вампир, что ли? Да-да-да-да, не Вампир Нет, Вампир как-то Repair to Dying Помните? Оооо, Романа Романа Я такое поиграл бы Я такое поиграл бы Коуд Вейн Да, игра разработчиков Гоуд Гат Питер Я не знаю, говорят, что это просто Это норма, это норма Это норма, это норма Красиво Видели, да, ее Боярскую шляпу Видели, это не так А между прочим, это второй ярко выраженный Японский проект Ван Дай Рамка Ван Дай Рамка Да, и на Unreal А первый был Боберд Сказал, был Рагомол А, Боберд И я очень паузу Большую причину Потому что это тренинг Да, вы Мне кажется, что с одной стороны Духа Грифа классно Но сейчас Горналисты говорят Что это за игра была? Блин, я не успел про это написать А ну уже три миллиона Да никто не написал Интернет про Россию А там интернета нет, ребята Мы же помним Ну да Микс-порт Микс-порт Словно это Классно Классно Ждем, пацаны, ждем Очень хорошие Destiny под пиратом Процедурная Как мы любим Да, да, да Он думал, я как раз Проджирайся Мне стилистика нравится Мне стилистика нравится А мне вот нравится И вот это все Выиграть Да Это может быть Проблема Да Теперь может быть Не, какой-нибудь Придурок присоединится Туда, сюда Ну тут надо будет Пальс с партией Короче собирать Какой-то серьезный Сколько там человек? Четыре? Ну то есть пять Ну чтобы управлять кораблем Минимум Кассно четыре конферты Ну я так понимаю Что найдутся Плавать в одиночку Ну да, да На мелких кораблях Хотелось бы Чтобы игра была заточена Под такие штуки Чтобы она не была заточена Только под четкие партии Четырех человек Иначе это будет реальный дизастер Я вспомнил игру С близкой механикой Гансов Бекарус Может вы слышали Там летающие корабли И там команда Гансов Бекарус она называлась Орки Орки Нет, ребята На самом деле сейчас Гансов Бекарус Гансов Бекарус Чуваки Я кстати не понимаю Я просто не понимаю Реально Чат состоит из тезисов Такой пиздец Херня Говно Реально Чуваки не видели Ни пиздеца Ни херни Ни говна В жизни Иди в Hexn2 играй Мудила Реально А лучше в первую В любимый тезис Хекс Hexn2 Хексн2 Что-то мне Прэй не понравилось Слишком много надо туда Обратно ходить Хексн2 Смотри Сундук поднял Короче после этой прессухи Не разбегаемся Потому что Будет больше Вещи Я представляю Как мы его зарубим В 4 Это просто Это будет наш корабль На котором Разовём его как-то Да Его можно будет назвать Потом На этом корабле Мы найдём таких же Мудаков Вот Потопим Моя как кровь Сейчас система вообще В игре устроена Нужно будет Устроить Стрим С ромом Кстати Мохито Вот Нам всё-всё Устроено И следовать Острова Опять же Все толпой Реально Вангерф иди играй Серьезно Блин Круто Да классные были Вангерфы Короче Смотри Правда Это как будто в каком-то мультике что, он бананову поймает? хороош ты пидор? ха-ха-ха 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 еще раз видишь, пусть корабли нет, там чувак типа остался на баку и что он делает с ним видимо, корабль пасет как-то видишь, он в одиночку управляет кораблем и просто опустил после стрима после стрима, как раз на миксере, где мы находимся будет еще хэмплейч вот, и следов пещеры все стереотипы про пиратов, которые есть они все лучше да, причем в таком-то снэмском стиле это все здесь в современных технологиях не было еще прям хорошее про пираты не было абсолютно ну, кроме Блэкфлабе, который не про пиратов лучше вам был про пиратов да не знаю, простовато все это плыли, но хочется верить то, что в это будет интересно играть ну прям интересная идея да 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 смотри 11 шахов да интересно какие сейчас врываются другая партия с такой же картой может быть потому что на самом деле она же не кооперативная она именно онлайн она же не кооперативная она именно онлайн да 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 easy cut easy cut easy money да да самое скучное это на файл иди в Хэксон 2 поиграем сподришься чувак завтра будет PC gaming шоу вот это да вообще у вас будет какой-то PC gaming мне понятия не имею что только у вас сегодня поможет утрат? месяц там Stalker 2 будет что-нибудь как-то Нур-Сакс 8 аааа то есть пока ты держишь сундук да ты не помощник тут донат от банки щей господи я знаю чем займусь завтра Хексом Пётром челом бью за эту ностальгию реально реально за кого будешь играть напиши за паладина за некроманта за воина или за бабу чуваки will of time еще нормальная игра will of time да ты любил ага поддержка с корабля а должен быть еще второй корабль который такой ооо спасибо что вы не сундук да 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 я тоже жду инвейдов и на нем буду я короче я уже решил все это то есть пока они тут с фобами не но реально выглядит нормально чтобы понять что это такое ну да да прелик посмотрел что это хуёло Но, тем не менее, Microsoft, они второй раз подряд показывают игру очень подробно. Прямо. Ну и присоединяйте. Это же Rare. А Rare, на секундочку, это что? Это Battle of Souls and Double Dragon? Да, на секундочку, Donkey Kong. Это, на секундочку. Это Конкер, на секундочку. Кон, да. На секундочку, всё. Да, всё. Всё лучше. Если тут города ещё будут, то вообще... Вот. И название. Ну ты с реальностью, Барис, самая нормальная игра. Банки-анструктор. Вот оно! Да! Бэ-бэ-бэ-бэ! Лизал Сашка такой на тебя! А у тебя такая игра есть. Да, с теми. Забук как она называется. Да, да, такая игра есть. Говно из шоу. А вот именно про это. Чёрт, долго. Видимо, кто-то соскучился по терафлопсам и про нативные игры. Уже третью Е3 показывает эту игру, а всем всё ещё похуй. Нет, не всем. Да. Если бы всем было похуй, им третьи чуваки есть. Готовили более похуй. Хейла, например. Серьёзно. О-о-о-о! Или там не знал. Абордаж такой! О-па! Реально равно! У них красные нигнеймы, да? Пошёл! Да, да, мальчик. Ну, то есть это прям... Это парни... Я знаю, что... Пошёл! Так быстро! Вам за ланшой звонят. А он самый специальный? Да. Залзенба какой-то. Легендар! Это они нубов нагибают просто. Ну, что-то я не знаю. Вот Эмо что он взял переделка. Ну, короче, всё постановочный ролик. Почти понятно. Ладно, ладно. Видишь, вот меня очень долго отталкивали консоли из-за двух вещей. Невозможно сыграть в игру, которую купил раньше, на прошлом поколе. Валентский эксклюзив. Нет, Бест! Вы видели? Море! Красивое! Нет, ну... Стас, давай! Я думал, он прям закладывает. Давай! Чё ты загонишь? Это Стас... Это Стас... Это Стас... Это Стас заваншортился. А вы такие... Меньше будет делить! На меньшее количество... Блин! Я провижу, как мы всё делаем. Только мне кажется, мы были бы теми человеками, которые на корабле... Нас заваншортил какой-нибудь адский видишь. Я знаю, что это. Такома. Это Такома, да. Такома! Такома — это топ игра. Абсолютно точно. Ну, походу, их нужно в реале играть. Мне кажется, он сейчас в этом комментарии. А-а-а-а... Не то, что видят зрители благодарен cite... Мне кажется, не соответствует... Г..ммммъ! Не надо что-то рассказать, потому что... Такома... Такома действительно сс energy36 шутер играет. Аргустам! Их круто, очень скромно! Очень быстро! Очень ESSCМОР! Круто… Все очень просто. Вы играли в Сома. Если вам понравился Сома, вам зайдет итакома. Итакома это играют из создателей Гонгхом и очень крутых дополнительных игроков. Короче, это игра совсем безумно. Дополнительные чего? Дополнительные чего? Лебешок второго. А, они делали? Да. Они делали, и потом они сделали Гонгхом. Гонгхома прием? Не помню. Вайнгеймс, короче. У меня эксклюзивы подъехали. Конкера? Нет, в таком, кстати, эксклюзиве. Нет, я про этот. Плэнс Версус Конкер. Это не Конкер. Это смесь Конкера и чувака из Соника. Детские, конечно, должны быть. Дайверсити. Монетки. Нормально, кстати. Банжо и Козу. На сыне такое. По классике. Иконик. Эльмур Наклз. Наклз. От Эн Уилд. Непонятно. Как нас любили в журналах писать. Аркада. Я давно не понимаю, если это не Конкер, то почему это не Конкер? Потому что Конкер пошлая и смешная. Потому что это не Рэйр. Типа Сноубар. Вот его звать по чувакам. Он же трезвый всегда. Рэйр занята, честно говоря. Гордячая лукаса. Может это сын Конкера? Да. Да. Ну от Лисы. Ну от Лисы. Становится понятно, почему они 2 часа хотят показывать. Ну им еще показывают. 42 игры. 42 игры. Но мы надеемся на что-то... Да нет, нам показывают всю линейку. Это как в кинотеатре сидеть и смотреть трейлеры. Я вообще иногда думаю, что я буду часами это смотреть. Особенно когда фильм посмотришь. Я не понимаю, но я хочу понять, при какой игре в центре флопсы будут работать как надо. Вот у меня Assassin's Creed там. Но на нем флопс все-таки ожидаемый. Новый год не будет, по-моему. Супер, Лаки, Тейл. Все очень просто. Мило играю. Овчаренко пишет в твиттере, что хотел бы услышать, как Витя сейчас оправдывает этот пиздец, что нам показывают. Я вам так скажу, а вчеренка сейчас поехал, короче, в Лос-Анджелес сжрать бургеры и стейки. И пухать, и спать, как цыпа, как муда. Сидит в гаррид-центре, реально слишком рано встал, видимо. И, значит, злой фор! Нормально, наконец-то! Лучшая игра! Ну очень долго уже, реально. Очень хотелось бы ее увидеть. Да! Ага! Вот это мне прошло случайно. Обратите внимание, там просто чуваки не рассчитали количество анимации. Ну, то есть, они реально должны сделать не один мультивильм, а, по сути, а 100. Вот! Вот! Светлого сентября! Наконец-то! И плюс, до этого, в Капкет, который я играл, там были только битвы с боссами. И им, я такой, что продюсер сказал, ребят, давайте сделайте полноценную битвы с боссами, и из-за этого срок позаботки увеличился. Загудаев говорит, что у Майкрософт надо срочно увольнять людей, которые ставятся в пресс-конференции, и скучные, и полные игры. Ой, все-таки эксперты! Хорошо, ладно. Терри Круз. Трагдаун 3. Трагдаун 3. Да. Что, доделали они его, наконец-то? Как видишь. Трагдаун? Да, это Live Action. Ну, про трагдаун можно сказать все одной фразой. Дистракшн по физике. Нет, не просто дистракшн по физике. Много уровневый дистракшн по физике. Ну, нет, не точно пока. Эта фраза, кстати, впервые прозвучала именно по поводу трагдауна. По-моему, Кодекс Кола. Нет. Нет. По-моему, Крэгдауна. По-моему, Крэгдауна, да. Крэгдауна, когда вы были у Славы. Погентировали ее. А, то есть без... Нет, а услышал я ее именно от Логвинова непосредственно. Телли, по-моему, после того, как я посмотрел Крэгдауна. Он такой, ну, это многоуровневый дистракшн по физике. Я такой, а хорошо сказал. Действительно описал все одной фразой. Так, 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 и что это? Крэгдауна. Крэгдауна. Я не играл, не водил в Крэгдауна. Он бы сходил от... Дэйв Джонс, по-моему, звали этого чувака. Чувак, который сделал первые лета двухмерные. А потом он не водил на третьем и на четвертем. Он делал... Похоже на Сэнс Рок. Ну, кстати... Только билл с юмора. Только билл с юмора. Только билл с юмора, да? Не, ну Крэгдауна... Ну, знаете, да эту историю, как Крэгдаун вообще появился? Почему о нем вообще заговорили? Потому что когда вышла первая часть, там был какой-то код на то, чтобы можно было поиграть в Halo 3 пораньше. Дэмомерсу там или что-то. И поэтому Крэгдаун... Крэгдаун первый взлетелся как пирожки. Потому что он был завязан реально на ранний доступ в Halo. Ну, это был эксклюзив бокса все равно. Да, и все такие... Вау, классно! А, не все такие имеются разработчики Microsoft. Сделал Крэгдаун 2, который нахрен им оказался не нужен. Но зачем-то они в итоге дотянули эту историю до Крэгдаун 3 и аудиторию... Сейчас не было ни одного зашения по физике сейчас. Не показали ни одного подрощения. Кстати, да. Ну, короче, это было такое. Вот, да. Почему? И Нарелочка. Дальше Нарелочка побыстрее. Видишь, пошла уже. Все. Почитали. 21, 22, 23, 24. И синее. Ассайл с ним делал. Черт. Серьезно, сейчас экскурас короче будет. 2,25. 3,5. О, пожалуй. Поехали. Спасибо за то, что так быстро. Чуваки. Обсервер. Ходилочка. Я играть не буду никогда. Никогда не буду. Слушай, это у меня сома, но нормально. Ну, в жизни не буду, нет, нет, не пойду. Будем, будем. 42 игры. Драмп лорд. Вы считаете? Счётчика нет Ну да Десяточка В принципе, если бы они это ещё показывали По 20 минут каждого Кстати, до конца года О, блядь Ещё есть чё посмотреть По идее, ещё не было Блин, сейчас будет БЛВ Ребята, да, если бы Вот это, вот это Блин, ну, кстати, отозревай кто это делает Привет, сосед У тебя помнят, какая-нибудь стрелы Нет, ну вот они бьют, там издатель в данном случае Shift Conan Exiles Not bad Короче, ну айди Айди нарезочка Ну, по сравнению с прошлыми годами Айди реально, айди экспорт реально растёт Потому что первые годы там показывали Такую ужасную фаразу Что вообще Где единственная игра была инсайд А сейчас тут, не знаю, нормально или нет Чё стратегия про Марс Я так не понял, кстати, да Хорошая работа звучать А я уже не знаю, сервину Да, она Есть цена Давай ещё не комборс почитай Давай, давай Он тебе сейчас всё вообще расскажет Да, да, да Что это? Что это? Сони могут просто эксклюзивы показать Как они в прошлом году тоже могут Просто показали эксклюзивы Да, и андрей А есть одна вещь, которую Майклассов делает лучше Сони на пресс-рухе Они называют это выходы Да У Сони, кстати, есть Шенуюся Наверки Решили написать Белорус На врачебных Твиттер Запредельное позорище Особенно игрока Дима Нет, просто, ребят, все комменты хитеров Майкрософта Можно предсказать за три года, мне кажется Ничего не изменилось В последний день дождь И мы встали с этой первой светлой Но эта светлая была вовремя Только встанавливая Скетчу Даксов Встали 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 Панал Носорог вторгся в вашу место В прошлом году были игры, а в этом какая-то дичисть типа Лол Ну да, кстати Да господи, как это круто, когда не нужно настраивать Я вообще хочу, чтобы на моей конференции запускались игры и стима Это же мечта просто Да, да Люди без лица А то у меня запускает всякая инди херня и стима, а нормальные игры на ноутбуке не работают А что, ну это было уже, по-моему Уже тоже было Но мы ничего не поняли Такие игры можно хоть 8К растягивать, 4 полигона Да, так Виктор Лицемер, я могу догадать, как Виктор будет все эффекты Вторая Life and Strange Да я не буду с вами смотреть даже Вы как первая, пока что Классный сонтрек уже Ваши выборы в сторону Виктора Да она не нужна иначе Нет, нет, смотри, короче Можно больше полигона Нет, Дотнот, которые делают Life and Strange, они делают же сейчас вампиры Но это не мешает, они сейчас охуительные игроки Да, в этом все еще хорошее Да? 10, 10 Ну окей Да хватит, ладно, а что там Ну да ладно, реально Хорошая игра Да ты не проникся, вот и всё Я? Я играл Просто стандарт начинается Викторая в весь сезон На пиво Тут крутой донат пришел Ванек из села Пишет Чуваки Через 4 дня возвращаю диплом И приятно осознавать, что с 10 класса 6 лет, начиная с первых выпусков Фардовой кухни Вы втягиваете меня в нюансы игрового мира Огромное вам спасибо Всегда буду смотреть и слушать вас с удовольствием Жду новое ОНО, чтобы Гоша вновь стал бароном Да? Спасибо Ритю Спасибо Подложения так первые Графоны тысячи пятых игроков Приквел вообще Логично играть, кстати Там просто нельзя положить Серьезно, конечно, да Но почему нет? Блин Это скачиваем игра Слушайте, а берут на зону, что 31 августа Нормально? Отлично То есть они две игры фигачи сейчас? Да Монолит Монолит Мордор Годится Да Нет, ну это вообще 4K4 Это игра года Я откручу тебя в хуй Нет, мы будем точно просто дичайших паронсов Я тебя тишки намотаю Да, 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 да Готовь очко Арк Глайн Да, да Готовь очко А река Сердит Готовь очко А сейчас Готовь очко Как на вкладыши Скорей А теперь А сейчас Какие-то многословные, ну что, из Вархаммера? Не, нормально, тут у них подключили многоуровневые генераторы оскорблений, походу, как-то. И шутею. Всё, чего себе. А зачем он вообще против него? Там же всё было понятно, по-моему. Когда я разберу это видел. Станулись в банале. Да, и тут появляются они. Ну, смотрите, во-первых, уже графон намного более разнообразный, потому что в том Мортере, кроме тёмно-зелёной, гаммы и серой, и чёрной, не было ничего. Это всё оправдывалось. Оправдывалось ещё и Мордор. Да, оправдывалось. Поярче, нормально. Не, Мордор в какой-то степени разбудающаяся игра. Да. Опять же, до конца её не многие прошли. Я тоже до конца не прошёл, но я получал огромное удовольствие. Она играла вопрос неожиданно. Это не только интеллекта. Да, да. Думали, что-то Ботсон на Assassin's Creed провозили колясо. Оказалось, что... Да. И система Nemesis потрясающая. А это вы, как говорили, у меня тут два года. Но вы не слушали. Вы слушали. А вот я, Ботсон на Assassin's Creed провозили колясо. Да, да, да. Да, да, да. Убили по лицензии. Бабласов. Да, да. Всё понятно. Я... Не, я... Вот сейчас я в Эриксале по ходу морда... В Эрикс. Причём, с тех пор не веселся. Мало бы не веселся. Вообще почти нигде. Да, почти нигде. Да, почти нигде. Такой нахер иди. Опа. Кстати, вы в комментариях заметили, что орки стали более муртящими. Показалось, что в оригинале они тоже более стрёмные, кривосадные. Да, да, да. Загласится. Лютые. Ну, я так понимаю, что они всё-таки разные здесь. То есть... Ну, тут как-то, ну... Паякче. Паякче. Что-то я с зелёной херь поднимаю. Я вообще не уверен, что это орк, ребята. Абсолютно его размеры. А кто? Типа тролль? Ну, логр там. Да. Там ещё... Ну, чё ты знаешь. Может поможешь? Ой, господин! Прайд лорд, дарт лорд. Семь thing really. It results me ripping spines... Мне кажется, это вообще какой-то сюжетный персонаж. Ну, да. Он реально слишком разговорчивый. Понимаешь, что он улыбаться начнет? Прайд лорд, дарт лорд. Да, 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 да. Да, видите? Ну, это конца сцена. Потому что если ты рядового орка берёшь под контроль... Ты, может, начало игры, короче, туториал, как обычно. Да, да. А потом всё. Иди сам. Бег. Дройбейкер. Крут. Дройбейкер. Крут. Ну, это... По сюжету, скорее всего. Где вы видели? А у него в ботинках там, да. Где вы вообще видели? Что? У тебя в энциклопеде найдётся в шорке, обычно не разговорчивые чуваки. Что? Долкин так. Долкина так, да. Он устро... Да, он там не сделал, вообще не так амону сейчас. Вот, вот. А вот уродцы пошли, а? А, ну, короче. Очень многое не знаю. Короче. Да, это тролли. Это тролли. Куда сакрюли... Слушай, не, но Толкин вполне себе разговаривали. Помнишь, когда они схватили... Ну, они тупо разговаривали... Правда, он брыдывал вообще. Нифига! Это вот развитие какое-то. Но Толкин, по жопе, просто килогран. А-а-а-а-а-а! Мы кстати писали, Витя об этом писал статью, что это не противовечит ганону и вообще... Ну, скажем так, это не вступает в совсем такой конфликт... Пуш-крыл. Если уж, тем более, вспомнить, что Орки вообще сделаны из них... с металлическим крестом. думал, ты меня убил ублюдом? нет! ой-ой-ой а? 117 сейчас будет плохо ну не красавец, а теперь можно его повизить в Глэвле званью 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 ты же управляешь на все иерархии ты будешь представлять людей, назначить генералов ну что-то сложно, да, сделать нет, там же реально вот, вот кстати, Xbox Play Anywhere, покупаешь выпекап и получаешь ты получишь огромную армию а сейчас ты, кстати, работаешь да если у него есть игра за бокса и в обороне они пекапы не все нет ворс 2 а если игрок на пекапе и Horizon 3 поэтому, что, до афона? в 7,4 тысячи рублей Play Anywhere тут банка пишет, что ему не хватает рубрики в гостях у ретро с такими вещами, как Хэксон в легкую вырубай в самое время между Xbox и Bethesda находим Хэксон 2 да, Витя сейчас обещает вот 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 сарде то, что ты здесь действительно будешь сформовать уже крепости ты там ворота просто были там облик бензинов в трейлере в трейлере не показывали что классно ничего так что, еще полчаса будут ли супер эксклюзивы? полчаса полчаса трейлеров будет еще не было да ждем байлэр все нежно посмотрите заявочек горит кокер просили оркестр можно газонин? пори 2 лишь в чате да классно охуенно пори классная игра была кто порит вообще? да в некоторые моменты она невероятно бесела ну там как-то она на скорость группы ну там все моменты сложные это моменты когда нужно было от кого-то помадывать проходить все силы это что? кори 2 понятно я вот бросал этот момент не, Дори просто особенно как ее позиционировали показывали ты думал что это будет такая медитативная adventure а потом ты включаешь просто так вот такая метроидванин жестко проявление вот с этими особенно когда скакать наверх какой-нибудь лавы от кого-то убегать я немножко охренел она по-своему классная но позиционирование было немножко другое я думал очень заметно нет прям то что нужно так фильм какой-то хороший как молодой от Стаса но больше игр про Microsoft нет денег чтобы оплатить целый оркестр как Sony пишет но я понимаю что это шутка на самом деле но у Microsoft денег гораздо больше чем у Sony в целом это правда ну прям ну прям муки просто кто-то последний гуляет а кто тут так спит зачем давать ну чё он взбодрится сейчас опять с лесом что-то произошло на 5 лет не в 5 лет короче пошел прикольно с фонами на фоне такие огромные мрази совалюты ну просто очень круто очень круто ну ребят готовьтесь готовься 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 чек действительно такая трогательная обложка цитата готовь очков да единственное кто предупредили по правде надо просто трогать история там классный график и только и только готовь вообще не веди себя вот и сейчас если кто не знает об лотке это мне так прекрасно это как белволотная чекот медитатива там просто причем вначале ты когда смотришь с первых минут ну даешь а потом ты рыдаешь на самом деле пройти не может не 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 петра видимо забыл петр как раз не забыл а да что успешно петли телефон может быть да нам услышал как он услышал у нас это серьезная заеба это как если бы сейчас на PS2 на PS4 были сиквы на PS2 да это очень серьезно хорошо ладно а что было первая фейбл первая фейбл и игра Dropstar как звали гонка медаль клап хэм хэм мы будем играть по совместиванию хэм наконец хэм да витя а что будешь играть вот крипсов скайс что это нет у россии все это абсолютно потеряно потому что в россии игрову бокса получается что наоборот открытие да 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 никто не говнит в Sony чуваки мы в диалоге с вами находимся просто есть люди которые не знают ни хера и пытаются нет в том что делают в Сочи конечно так-то понятно так-то понятно ну короче понятно прикольно это конечно на самом деле не так как если бы на PS4 были игры от PS2 все но это для западной аудитории или от PS1 да да а вот бы сейчас поиграть на среднем да на самом деле идите в жопу во-первых во-вторых короче идите играть хэкс 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 ваше библиотека игроков надо быть с вами всегда показ такие игры будут улучшены до самых смен ну как бы потянут да то что у Bintest это будет самое интересное шоу мы надеемся на это вот здесь не реварный результат нам подсказывает у нас есть у нас есть у нас есть они автоматически улучшатся от NPSP спасибо я думал на прикинь на губах на скайлиум заход за что на риот составил понят миллиардов на прибыль а расходы есть компания что просто цифры в вакууме ни о чем не говорили не давился там у нас есть вопрос а где все финансовая аналитика кишлоса а где HELLO 6 про HELLO говорим что ничего не имеется чуваки по поводу общается аудитория опять же вы обобщаете есть несколько говноедов которым я адресую понятные тезисы на понятном языке вы зачем считаете что эти говноеды есть аудитория ну нет как бы в жопу ходили с первого выпуска родовой кухни и будут ходить пока мы не сдохли sorry fellas а теперь к празднику это что я все читаю тут про убавьте звук но я думаю это не обязательно читать как бы я все читаю донаты ну вот это вот не банка щей занесла шаурму во время хекса банка щей сегодня у меня вообще респект один из самых активных вас донатов респект банки щей где мир поставь себе эмулятор на пк или купи себе этот самый xbox классический пк нет пк пк не на что поставить эмулятор нет отлично на самом деле отношение microsoft к классическому каталогу это отлично конечно еще и устанавливать его просто не все сисадмины понимаете нет ну или соответственно это боевая где 25 минут в 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 с в в в в в в в в в только ваша студия последняя, кто делает хорошие синкоплеерные игры и удалили о, это же звёздные войны фростбай завезли те самые, которые вчера мы ждали нет, там вроде нет даже названия но видишь что-то другое это не звёздные, это воины это антем а, новая? нет, это не будет нет, это не будет но похоже на какой-то татуин на самом деле нет, это не проiste не прости так это не прости не прости это не прости я собрала пригласили не прерывали я знаю они сказали, что это подешево